всем здрасте всем привет на канале пиратская жизнь без рук и нинка без руки вон нинка и женщина которая не умеет печь пироги короче женщина не умеет а ты че-то до хрена умеешь да а че ты умеешь все умеем а че вот это че кто делал я а вот это кто делал я конечно ты хочу сказать ты да ты это делал то тут полночи бегал сливал сливал я это все делаю да я прикинь всем нашим нас с тобой разница в том что я хотя бы пытаюсь а ты даже пытаться не хочешь ты знаешь у тебя есть не на которой все разруют вот именно что ты пытаешься . не знаю а ты иди деньги заработай а ну да а ты просила иди деньги заработай и найми люди которые сейчас надо скрутить там это делали начать я сама пойду раскручивать буду есть ты блин будешь лежать и на диване до до шкаф не скрывается на ложе что делать сейчас стояли ломали пол утра смотрите утренний выпуск кто-то ломал стоял а ты сейчас не ломал стоял бим-бим-бим-бим нет не ломал нет наши вот в такие моменты уж лучше брат молчи да хорошо значит никуда ничего не делать ничего не листья отвалилась развалится грязи отваляется ну ты все как-нибудь наш саму решится она прикинь не решается это типу изложить а жена такая банк все нормально открылась лишь эти говорю тебе повезло что у тебя жена такая была бы такая которая вот наш вот только пироги умеет печь и все как не игра вот если бы у тебя была другая жена которая была бы слабая нежная вон бы почувствовался настоящий мужчиной с ней решал бы все вопросы я думаю такая семья была бы обречена не очень хороший исход что-то как-то до 30 с лишним лет то не даже и ни с кем не сошелся на чуть с этой дверку сделать вам нормально было закрывалось косточка и ты укидываешься я хочу быть идеальный я хочу чтобы он был идеальным но вот мы не идеально ученым дело вот и рай орем друг на друга и претензии строим не знаю не знаю как быть вот объясните мне что делать смотри штаны пить разыку да а то мы нашлись такие два не идеальных вот если кто-то из нас был бы идеален а второй не идеальный то было бы хотя бы баланс нет играли бы друг на друга почему тоже один бы был идеальный а другой нет значит мы сошлись мне голову варпас на время прям поболевать эти уже говорил иди сходи мне очень нравится фраза иди сходи иди сделай иди денег заработай а то чтобы жене оплатить врача если я пойду в клинику бесплатно там как минимум полгода будет в очереди стоит найти март ну вот в последнее время когда голос повышаю голос нам поболюсь надо грех хочу поменять бы не по ночам тут сидеть а просыпаться пораньше нужно ложиться раньше ложиться раньше просыпаться телефонами ой сказал вова который сам какие-то вчера непонятные какие-то мультики для смотрел полночь чего не ты там что-то смотришь когда ляжь спать конечно я вон те что я работаю разбираю комментарии вот эти вот говеные которыми там сотнями отправляют и соревнули кто чего уходы с очередной придумают новая байка пошла я кажется сидела а вован мне сейчас изменяет в туалете на сайтах знакомств так вот понимаете новая байка да а еще мы как всегда не женаты все в долгах как в шелках все в кредитах и так далее какие там еще байки походят то что уже было по второму разу пошло насчет кстати женаты не женаты заходите на наш бусти ссылочка есть в описании под видео и в разделе о канале там по подписке вы можете посмотреть наши свадебные фото там и паспорт там и все что надо там и кольца в общем там все есть заходите смотрите это для фа 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 не верующих что только не придумал что только не напишут какой бред сидела ага век более не видать да 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 а такие повадки мужиковатые может быть с какой-то страны у меня от игр да я долгое время играла в компьютерные игры вот и зарабатывала этим себе на жизнь когда была студентка вот а там извините меня исключительно мужской коллектив и там когда там дерешься так сказать выражения не выбираются нужно иметь свой ум да и там если умственно отсталых да и там если яйца не отрастишь в прямом переносном смысле слова ну как у нас на на покровке одна есть лимая ходит вот не надо таки слушать я уже помешала а мне нет тебе тоже помешало да я сегодня пачками удаляла блокировала вот эту бредятину которая пьет это уже по третьему разу идет да не знаю да каждый год это все всплывает и только не японская уже это спросом и начинает новую придумать байку это байка не блин зайдет новую придумают и вот так вот по кругу вот крутят то хейтеры то всякие обзорщики недообзорщики и прочее так вот придятину то что людям заняться нечем они только сидят и придумают настоящий обзорщик он сначала выяснит откуда что что пошло блин а потом уже обзоры делают они там где-то бабка пукнула блин а блин ей на этажа три уже с облегчением кричат ну да так что хотите верьте хотите нет как из овал ничего не объяснишь а пускай пиздят что хотят развлекают зрителей да хоть какая-то интрига хоть какая-то санта-барбара хоть какие-то там не знаю страсти хотя на самом деле знаете я всегда думаю что у меня такая скучная жизнь на данном реально нам ничего делать не надо все прочитал сделал примерно вот намеки там полу намеки и все и пошло поехал людей принесло больная фантазия людей играть с ними жлую шутку намеки была ворота последнее время где-то месяца 2 были гола знаете в качестве жары показывают когда вот эмоционируешь громко говорить прямо вот Поболевает потом. Поэтому я сейчас буду спокойно разговаривать, стараться. Мне, конечно, не нравится там иногда, да, так, проэмоционируем и так далее. Это неплохо получается, но голова болит, поболевает. Почему, не знаю. Ой. Чего тут не придумает. Да, а еще мы убили Кеннеди. Признаюсь. И памятнику. Голову тоже снесли, мой. Памятник тоже я. Принцессу Яну тоже. Все, что плохое, это мы. Мы как Путин. Парал стишок там один. Женщина писала. Типа это Путин, это Путин, это Путин виноват. Да, да, да. О всем виноват. В любом человеке, который хоть как-либо нас поддерживает, сразу видит меня. Либо Лавана. Да. Это либо она, либо я пишу. Либо Юлю еще вспоминает. В общем, больная фантазия у всех людей. Да. У многих. То, что кто-то сидит и часами, даже находясь на работе, стычит гаменные. Причем, заметьте, все вот эти вот правдорубые, правдолюбые власть исключительно в утреннее время. Когда мы спим. Да. Они знают это. Помимо роликов, у нас есть еще и обычная реальная жизнь. Надо все-таки с этим шкафом разобраться. Я подумаю, что с ним делать. А мы точно этот магнит двигали уже? Переставляли? Так он же двигается немножко. Видишь, там часть одна. Одна, эта крепкая замыкли. Одна, эта двигается. Надо его чуть вперед, чтобы он выступал. Тогда он будет под магнит. Мы тоже сделали чуть-чуть в пиене. Ерет ее раз, и она вообще никак не закрывается. Это мы дверь делали. А это магнит. Мы тогда дверь эту перевешивали, потому что там эта петля отлетела. Да. Я боюсь, что она сейчас тоже вот этих грохотов опять отлетит. Можешь снять нафиг эти двери. Просто как открытый шкаф. Жарко будет, да. Там, считай, солнце. Ну, там, в принципе, ничего не стоит. Там остался огурцов по ребенку, все. Так вот, именно, что они взлетят. Ну, они все, наверное, два года уже стоят, не взлетают. Так дверка закрыта. Ой. Прям хочется идти за дверки. Ну, так тоже каждый раз. Обычный шкаф вставить, и все. Ну, как банную брали. Ну, мы же зданили бригаду, которая нам сделала по красоте, по евроремонту. Хотя, я тебе говорю, нужно было сказать, в фирме, которая... Бог, у нас надо деньги были. Которую мы заказывали, были. У нас надо были деньги. Не было у нас надо денег. А все эти дополнительные фирмы. Причем из дополнительных. И тут у тебя комплекта. Я тебе говорю, поставили бы нам эту раму, дешевле. Я тебе не про раму говорю. Я тебе говорю, про шкаф. Вон тебе звонят. Да. Тебя тоже. Порвешь тут. Где жопу? Где жопу сама? Реклама. Сомтологи еще опять? Что? Сомтологи еще опять? Да. Так же, как и тебе. 504 номер. Сомтологи еще. Сомтологи же. Да ладно, без каеку, сразу я. Сейчас гляди с другого буду. 999. 904 с какой-то. Пилань. Ааа. Был. Ну что, вот так. Тогда, говорю, 75 тысяч отдали. До лоджи. Сделали все по красоте. Все под ключ. Фирму-то нашла. Лоджии под ключ. Намучилась я с этими лоджиями. Ужас какой. Здесь вот тоже минимальный тогда. По знакомству. Ой, вообще, мужик отлично. Руки золотые. Ну просто прям вот не знаю куда. Вот опять же, возвращаемся к тому, что нету баланса. Понимаете, нету идеальных... Точнее, везде баланс. Нет идеальных людей на 100%. Вот мужик был. В принципе, да. Руки молодец золотые. Он и плитку клал, и по сантехнике, и по электрике. Они тут все тут делали с напарником. Алкаш. Просто алкаш. Запойный. Он тогда у нас на месяц просто пропал и все. И у нас вот здесь вот разруха была целый месяц. Он тогда делал, делал две недели. Потом я дура. Я же неопытная в этом деле. Дала ему аванс. Вот. И все. Человек пропал. Я до него дозвониться не могла? Не, неделю или две? Две. А вот. А потом он появился, типа, этот, как у вас. Ой, я тут заболел. Извините. Я тебя предупреждал. Блин, ну ты всегда только предупреждаешь. Заткнись лучше. Не писи меня. Вот заткнись лучше. Сама. Я тебя предупреждала. Не писи меня. Почему-то вот так и я все решаю. Да, да. Вот только ты, да. У меня головы начинают болеть. Да. Помолчи. Короче, запойный попался. Вот еще раз. Вам. Я в итоге бегали. Соседи у нас делали под нами. Раз ремонт. Узнавали, могут ли они доделать ремонт. Потом через месяц появился. Вот мы месяц жили. И вместо месяца, вот чтобы делать вот этот вот ремонт туалет из ванной, мы делали два месяца. То есть две недели он делал, потом месяц пропал, потом две недели еще доделал. Вот так вот ты думаешь, вот что лучше. Мужик с руками, а либо мужик запойный, который поместится. Он считает, деньги вот эти заработал, тебе их пропали. Вот так. Хотя мне уж прям как вот хорошего человека. Потом я когда человеку сказала, он мне рекомендовал. Он говорит, неожиданно. Ну, у меня тут не много дел. Как правило, он ее там обшивал только туалет. С этими бритами и все. Там, не знаю, пару дней сделал. Ты не поймешь, какой он. Потом стал смотреть один канал, как раз по поводу всех вот этих ремонтов. Посмотрел, как это вообще на самом деле все делается. Как это все происходит. Все эти бригады находятся, все вот эти вот скрытые косяки. На самом деле профессионалов, настоящих, да, крайне мало. И у них на самом деле все занято уже давным-давно. Да, блин, месяц вперед. Да, на месяц вперед. И работа их стоит очень дорого. Тебе приходили одни тогда. Помнишь, тоже лоджи? Они такие же. 200 тысяч за, блин, редили те. Да, да. 200 тысяч за редили лоджи. Потому что-то он такой с центра, как-то вообще. 75, по-моему, только работа. И что с лишним был этот материал, он посчитал. Ну и сказал, ну и плюс-минус там. Да, да, да. А в ремонте... Если вывести еще мусор. А в ремонте чаще всего бывает, что плюс. Вот так вот. Что, на самом деле, очень сложно найти нормальных ремонтиков. Ты мазала? Нет. Нифига, я не мазала. А я вот об этом задела. Видишь? Металлическую. Нет. Вот нефига. Когда ставила вот так. Кексик. У меня уже чай кончился. Кексик. А ты вот почему вот так вот пьешь? Вот я, кстати, вот смотрите. Вот у меня чай, кто говорит, что он много пьет. Он, видите, у меня чай вообще даже практически не тронетый. Он уже целую кружку выпахал. Мы вчера смотрели в фильме, а вот как раз в фильме Бухки. Там кружка была у мужика, называлась Биг Босс. Она реально литровая. Понимаете, если у нас пол-литровая, там реально литровая вот такая. У меня 40 грамм. 400 миллилитров. Давайте водички налить или чай. Будешь пирожечку? Еще кружечку. Литрик. Еще добьешь. Короче, вот как-то так. Ладно, всех любим, всех целуем. Сейчас посмотрим со шкафа. Может быть, под шаманием что-нибудь такое. Вот. Здесь подобьем, там подделаем. В общем, в любом случае, увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.